Кастелвания вернулась! Да, друзья, это наконец-то свершилась. Одна из моих наилюбимейших мультипликационных серий наконец-то вернулась на Netflix. У нас вышел полностью первый сезон. И я пока что посмотрел только лишь первую серию. Как вы видите, я снова на позитивных эмоциях. Я очень долго этого ждал. И прежде чем вы мне зададите вопрос, Игорь, ты посмотрел один эпизод, и он не совсем уж прям шикарный. Чего вдруг ты в восторге? Я отвечу очень просто. Ребята, Кастелвания, Пицца и Секс находятся на одной и той же категории. Даже когда они вроде бы как бы и не очень, это все равно круто. И новый сериал по Кастелвании тоже, скорее всего, будет достаточно крутой. И, скорее всего, он также будет уступать оригиналу. Но тут, на мой взгляд, не так уж это и страшно. Потому что в конечном итоге, если она будет уступать всего лишь чуточку, это все равно будет достаточно хорошим времяпровождением. И давайте, как всегда, постараемся разобрать эпизод. У нас здесь будет небольшой разбор, слэш такой пересказ. Я прекрасно знаю, что кто-то в комментариях обязательно зайдет и скажет, а ты что тут нам сказал, что будет пересказ, слэш разбора. Я подсчитал у тебя 73% пересказа и лишь 27% обзор. Я не знаю, какое у нас получится соотношение пересказа и разбора, потому что я пишу без сценария. Ну, давайте делиться впечатлениями и эмоциями по поводу просмотра первого эпизода Кастелвании. Поехали! Начинается все с Бостона Мачачучица в 1783 году. Я, естественно, год прогуглил, и вроде бы ничего особенного в Бостоне Мачачучице не происходило в эти годы. Независимость США была подписана в 1779, и фейерверки, которые стреляют у нас на улицах, я не совсем понял, к чему они относятся. Можно и среди моих подписчиков есть как раз более прокачанные историки, которые напишут мне, что в 1783 году там как раз был день рождения такого-то чувака, именно в соответствии с этим были сделаны фейерверки. Но мы видим нашего главного героя, пока что в детстве, Ричард Бельман. Потомок, естественно, Тревора Бельманта, главного героя прошлого сериала Кастелвании. Он идет вместе с своей мамой на спине, которой мы видим, естественно, герб Бельмантов, чтобы мы поняли, что это те самые ребята, которых мы любим. И мы видим, что мальчишка у нас такой задолбать, любит свою маму. Она ему говорит уже, ну что ты со мной все время споришь? Тебе сказали, езжай во Францию, иначе езжай во Францию. Потому что мне не до тебя, мне тут нужно сражаться с вампирами, драконами и так далее, а ты мешаешься под ногами. Но в результате как бы я чем-то могу даже понять, потому что если вы мне сказали года полтора назад, Игорь, езжай во Францию, а я там был лет 10 назад первый раз, увидел Париж и понял, что я туда больше возвращаться не хочу. Но стоит какая-то железяка посреди города, все восхищаются. Боже, как романтично, грязюка везде, куча всяких, ладно, неважно. Но год назад, когда я путешествовал по Франции, сделал достаточно такой серьезный там я трек, грубо говоря, на машине, был на севере, на центре, там Бомонамеле, Дюнкерк, Этрита, Монсен-Мишель. И вы знаете, мне очень понравилось. Это одно из самых красивых книг, которые я когда-либо посещал. Никак это не связано с сериалом Костеллани, а просто небольшое релическое отступление. Но мы также видим, что естественно у сериала должна быть какой-то задел, какой-то зачин. И нам показывают, что на мать Виктора нападает какой-то вампир, между ними сражение. Мы видим, что она может направлять магию, что у нее есть и огонь, и вода. То есть они проапгрейдились, наши ребята, наши охотники на вампиров. Но ей это, естественно, не помогает. И даже в моменте, когда вдруг кажется, что наша героиня сейчас прям победит вампира, ну мы, ребята, естественно, мы прекрасно с вами понимаем, что если она его сейчас замочит, сериала не получится. Уже, естественно, все идет по шаблону. Пока что совсем не оригинально. Мальчик видит, как убивают его мать. Он, естественно, хочет отомстить. Вампир почему-то не убивает мальчика. Я надеюсь, нам объяснят, почему. А не просто так, типа, ууу, я хотел, чтобы ты вырос, чтобы я смог тебя убить. Более достойно или что-то в этом роде. Я надеюсь, там действительно есть какая-то более интересная причина. Почему вампир в конечном итоге не отправил мальчика кирдык. Еще один интересный момент. Вы, кстати, заметили, что в 2023 году Вадипозитив все еще не добрался до анимации. По-прежнему во многих мультипликационных проектах аниме, неважно что, у нас ребята все с кубиками накачаны. Мама этого Ричарда. Ёлы-палы. Я все, кому нужна новая вайфу, могут легко найти в этом сериале, как минимум с десяток. Мы можем посмотреть на красивых людей, хотя бы в аниме. И на том спасибо. Еще один момент. Кадр, когда мамку уже убили, и она лежит в своей крови, он очень красивый. Блин, что я несу? Я понимаю, что это бред какой-то, потому что, в принципе, грустный момент. У ребенка мамку убили. Это прям вообще пипец. Почему нормальный человек, я явно не нормальный человек, раз я это испытываю, ну, блин, ну согласитесь со мной, но посмотреть на этот кадр, это же прям искусство. Это прям действительно проработанная четкая картина. У нас здесь символический какой-то кадр прям. Его можно хоть на икону, хоть на картину, хоть в Эрмитаж, хоть, я не знаю, хоть в Лувр. Мне просто кадр зашел на ура, да я понимаю прекрасно, что испытывать, наверное, надо было какие-то другие эмоции в этом моменте. А, в общем, наш паренек отправляется каким-то образом вместе с кнутом, потому что это фамильное оружие. Во Францию добрался, Малет, все нормально, детали опускаем, мы прыгаем на 10 лет вперед. Французская революция началась несколько лет назад, и она потихонечку распространяется по всей Франции. И наши герои, Ричард и его подружка Мария, они находятся и в центре борьбы с вампирами, и в центре самой революции. Мы переносимся в регион Вен-Ди, ну, вроде бы я правильно сказал, опять же, это север Франции, он просто шикарнейший. И мы видим, что аристократы, естественно, пируют и пьют кровь, грубо говоря. В этом сериале, причем не только метаморфически, а и прямо пьют эту кровь, потому что оказывается, естественно, что они, скорее всего, почти все там вампиры. И при этом мы видим, что наши герои, которые как бы вдохновляют новых пастухов на революцию, нападают сразу три вампира. И наши главные персонажи, сам Ричард и Мария, естественно, не сильно напрягаюсь, отправляя всех трех вампиров в небытие. Показан здесь неплохой экшен, но, кстати, для меня никогда Кастелване не было каким-то вот прям эталоном экшен-сцен в анимации. Три экшен-мультика, которые я могу советовать абсолютно всем. Это Аркейн, Атака Титанов и Клинок Демонов. Клинок Рассекающий Демон, простите. Особенно третий сезон, Тенген против Гютара, вы прекрасно это знаете. И все остальные анимации, она мне очень редко прям вот вставляет, так что я прям жду экшен-сцену, быстрее, 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 быстрее. Меня немножечко смутил здесь один момент. В этом моменте наши ребята справляются с тремя вампирами просто, как я уже говорил, вообще без напряга. То есть, прям с улыбочками, с шуточками, с хохмочками и так далее. Далее же в эпизоде главный герой говорит Баскову, что, мол, ты там понимаешь, что у нас тут новые дела происходят сейчас. У нас раньше-то один вампир в месяц появлялся, я его убивал и то было ого-го-го, как часто. А тут сразу три вампира, да еще одновременно напали. Ну, блин, как-то это не сходится с тем, что было показано. Опять же, они с этими тремя вампирами справились так, как вроде бы они каждый день убивают по 30 вампиров, они раз в месяц убивают одного. Хотя бы немножечко нервов, напряжения, типа, что происходит? Трое, на нас напали трое, такого еще никогда не было, что будем делать? Ладно, справились, можно не обязательно превращать это в схватку века, но, блин, обозначьте как-то, что это действительно что-то необычное, то, что в самой схватке это вообще никак не воспринимается. И далее, когда вампир такой, я прибежал специально, чтобы ты отрубил мне голову, я тебе рассказал, что придет вампир-мессия, ты можешь меня увидеть, но это бесполезно. Это такая прям экспозиция, немножечко ленивая, на мой взгляд. Я надеюсь, что дальше будет все-таки пооригинальнее, потому что вот в этих моментах у меня больше ощущения какой-то доты от того же Нетфликса, чем именно Костелвани. Ну вот что хорошо, так это динамика между Бельмантом и Мария. Пока что вообще никаких звезд с неба не снимает, но задел неплохой. У нас есть Бельман, раздолбай, который относится ко всему вроде бы как бы несерьезно, но на самом деле он хороший парень, за которого мы готовы Ирия такая вся серьезная, напряженная, настроена, у нее революция на носу, понимаете, ребята, как бы дела серьезные, и вот это вот, как они друг друга подкалывают, особенно когда они идут по городу, и она ему говорит, ну если ты хочешь идти бухать, значит иди бухай. Он говорит, нет, я пообещал твоей маме прийти. Ты просто хочешь жрать, поэтому ты хочешь к моей маме идти, не надо тут из себя строить, что ты такой весь ответственный. Это прям доставило. Ну опять же, ничего сверхординарного, но это хорошая база на дальнейшее интересное развитие. Опять же, в общем, середина эпизода у нас как бы экспозиция, что будет дальше, значит, у нас приходит мессия, нам расставляют различные шаховные фигуры, у нас здесь есть маркиз, который, естественно, окажется вампиром, у нас здесь есть какой-то аббат, который возглавляет орден монахов, который не очень хорошо относится к революции, но вроде как вампиров они не любят, и к нашему этому аббату Баскову приходят герои, рассказывают ему, давай вместе, типа враг моего врага, давай дружить. И вот, кстати, этот самый аббат-церковник, это был первый персонаж, который сказал, о, хорошая озвучка. Молодой Бельмонт, вот который был в Бостоне, в Массачучете, он вообще ни о чем, я не знаю, где они нашли этого мальца. Вторые, как бы нормальные, хорошие актеры, но опять же, когда у тебя есть оригинал, в котором были голоса Билла Ная, в котором главных героев озвучивали Ричард Ромитаж, знакомый вам по трилогии Хоббита еще огромному количеству проектов, просто шикарнейший голос, где Дракулу озвучивал Грэм Мактавиш, тоже знакомый вам по трилогии Хоббит, Чужестранка и другим различным проектам, у которого шотландский такой глубокий говор, там была озвучка просто имбовая. Здесь же, ну, окей, пока что ничего особенного. Кстати, судя по МДВ, Аббат озвучивает некий Ричард Дормер, который, я думаю, будет знаком многим поклонникам Игры Престолов. Но давайте двигаться дальше по сюжету, потому что Аббат, который, естественно, предатель, это было понятно практически с первых кадров, говорит, так, ребята, я все понял, но Маркис-то, он же Маркис, он же Го-Го-Го, он же вообще главный столб, на котором держится вся эта община, хотя на самом деле он просто вампир, валяющийся на ступенях и пьющий кровь людей. Поэтому, естественно, Аббат, он у нас кривой чувак, но он как бы говорит, я сам проверю. Давайте я отправлюсь, проверю, наши герои отправляются к себе домой и, блин, вот как только они приходят домой и показывают мать Марии, Ну, как я уже сказал, Маркис оказывается вампиром, одного из NPC друзей наших главных героев убивает вампирша какая-то, приводит его, они там какой-то ритуал, судя по всему, организуют, собирают целую кучу трупов, которые, скорее всего, принесут в жертву тому самому вампиру-миссии, который, может быть, ушей трупов или что-то в этом роде. Опять же, я уже не совсем четко прям помню все в деталях из самого оригинального сериала Кастлвани, может быть, эти трупы как раз нужны дьявольским кузнецам для того, чтобы создавать монстров. Может быть, есть какие-то смутные воспоминания, но я вполне могу здесь ошибаться. И, кстати, в этом моменте я еще не совсем силен в их рожах, но мне показалось, что нам показали как раз Аббата, который находится прямо там вместе с вампирами и такой «Э-э-э-э, давай ритуалик, ребята, как бы давайте начинаем веселье уже». Ну, как бы это и логично и встраивается в общую картину, типа Аббат понял, что на Маркиза собираются гнать Бучу, он отправляется в Маркизу, там они создают монстров и отправляют их специально на Виктора и на Марию, чтобы те не мешали. Значит, наши ребятки выходят из дома, там их ждут какие-то новые монстры с крыльями, с тремя головами и так далее. И такие «Че это такое?» И у Виктора там хорошая такая крутая фраза, типа «Кто бы они ни были, они могут умереть». Типа экшон, 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 веселуха, саундтрек хороший, все супер, но в какой-то момент, когда уже Виктора почти завалили, появляются новые герои. Я так понимаю, это предки Исаака, точнее, не предки, а потомки Исаака из, опять же, оригинального сериала, потому что они тоже у нас более темнокожего происхождения, они приехали прямо с Карибских островов, чтобы найти Бельмонта, рассказать ему про миссию вампира и также рассказать ему, что, в принципе, здесь, судя по всему, орудует дьявольский кузнец. Насколько мы помним, дьявольские кузнецы как раз был вот Исаак и его кореш, этот второй имя его я не помню. Но в моменте, в котором я немножко орнул чисто про себя, может быть, это мой придурочный юмор, но это, блин, когда, знаете, типа, монстры такие сражаются с тремя белыми чуваками, да, мы их замачем, мы их убьем. Любой ценой появляется двое темнокожих, они такие, так, ребята, уходим. Уходим, мы знаем, в каком веке мы живем, 2023 год на дворе, если мы их что-нибудь там обидим, потом работу нигде не найдем, потом тебя заклемят расистом. Разворачиваемся и уходим, улыбаемся и машем. Все, всем пока. Ну и в конце нам показывают на Анфранцию при Келуара приплывает самый главный антагонист, убивший мать нашего главного героя. Он спускается по трапу и встречает какой-то чувак, к которому он говорит, что без проблем, ребятки, я сам доберусь до вашего миссии. Судя по гугл-карте между Нантом и той местностью, которую нам показывали, как на Венби, именно между ними, между этими двумя локациями расстояние день пешочком, час на машине. Вампирским ходом, к сожалению, гугл-карты не показывают сколько, но в принципе эта локация не так уж и сильно далеко друг от друга. И на этом задел на будущее. Скорее всего, достаточно забитое экшоном. Первая серия мне больше напомнила последние сезоны Костелвани, а не первые, которые мне нравятся больше. Первые два сезона Костелвани, когда был еще Дракула, на мой взгляд, намного круче, чем последние два. Что еще мне не совсем доставило? Костелвани с первого же эпизода оригинальная показала какую-то моральную идею. Она продвигает идею о том, что бездействие аморально. То есть, ты в конечном итоге не уходишь от ответственности, если ты просто смотришь на что-то и не включаешься в это. То есть, если ты сам не делаешь что-то своими руками, но можешь остановить что-то злое или можешь хоть как-то на это повлиять, это твоя моральная обязанность это делать. Это то, что проталкивает нам все четыре сезона Костелвани. Здесь же пока что ничего такого я не увидел в плане сценарной работы. Достаточно слабенько, банальненько и очень все предсказуемо и каким-то смысловым грузом сериал, на мой взгляд, пока что не страдает. Но это всего лишь первый эпизод. Посмотрим далее. Я, как уже говорил, Костелвани, даже если бы это будет не вау, это все равно очень даже хорошо. Отличнейшая анимация, прекрасная атмосфера Франции 18 века, конец 18 века, революция, прекрасные прорисованные персонажи, отличный саундтрек, хороший экшон, атмосфера, повторюсь, вампирского седни средневековья, а уже, наверное, эпоха Ренессанса и так далее, просто прекрасная и как минимум за это этот сериал уже стоит посмотреть, ну или как минимум дать ему шанс, чтобы определиться точно, ваше это или нет. Ну а под конец хотел бы вставить небольшую рекламку, опять же, не переключайтесь, это не про пиццу и не про доставки и не про что другое. Это скорее вопрос к вам, любите ли вы писать, любили ли вы писать, писали ли фанфики, короткие рассказы, грубо говоря, нравится ли вам создавать что-то новое через литературные инструменты, через литературный язык. Если да, я хотел бы заинтересовать вас своим проектом «Пишем вместе». Он создан специально для того, чтобы соединять людей, которые любят писать и дать им возможность сделать это совместно и делать это интересно в игровом формате. Более подробно вы сможете узнать, естественно, на YouTube-страничке своего канала пройти на наше описание. Все ссылки я, естественно, оставлю под роликом. И прямо сейчас проект находится в стадии краудфандинга. Если вы не знаете, что это такое, то, грубо говоря, мы еще не запустились, но как только мы запустимся, все люди, которые делали какие-либо донаты для того, чтобы этот сайт в конечном итоге выпустился как можно скорее, получат в несколько раз больше того эквивалента, который они бы получили, если бы они заплатили после выхода сайта. Это наш способ собрать деньги и наш способ также поощрить людей, которые помогают нам достичь нашей цели, а именно запуститься. Все, кто задонатит, как только система запустится, получат электронное письмо, в котором будет написано, что система готова, вот ваш юзер, мы начислили вам определенное количество внутрисистемной валюты, вперед, наслаждайтесь, играйте, проводите время, знакомьтесь, пишите, создавайте. Это проект, который находится пока что только лишь в самом начале, но планы у нас наполеонские. Делать возможность публикации, озвучки, аудиокниги, делать различные прикольные инструменты, чтобы этот процесс становился все более и более интересным, все более и более интерактивным, чтобы каждый человек, который любит писать, мог делать это в свое свободное время, чтобы это превратилось в что-то, как, ну, знаете, в шахматы поиграть. В принципе, мы не делаем это для того, чтобы чего-то добиться. В основном, просто для того, чтобы просто хорошо провести время с интеллектуальной пользой для себя, а также социальные пользы для себя и провести его с хорошими, интересными людьми. Опять же, повторюсь, все ссылки будут в описании и под видеороликом. В любом случае, я буду благодарен вам за любую помощь. Донат на систему можно сделать либо через систему Boost или через Patreon, либо напрямую мне на PayPal. Не важно, как вам удобно. Ну и, как всегда, я хотел бы сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает, всем моим спонсорам, всем, кто донатит. Огромное-прегромное вам спасибо. Этот канал существует именно благодаря вам. Ну и, как всегда, всех люблю, всех целую. До свидания, это вас, Света. Не забывайте, фэнтези это круто.